итак всем доброго времени суток дорогие друзья и сегодня значит я решил снять видео высказать свое мнение по поводу наушников blu dio t2 вот собственно они у меня здесь на столе лежат вот такие вот bluetooth наушники у нас беспроводные как можете видеть они у меня уже подключены к монитору так как монитор у меня подключен по hdmi к компьютеру соответственно этот кабелек hdmi способен еще передавать звук и в самом мониторе есть разъем 3.5 jack где можно подключить свои наушники это очень хорошо и что еще лучше это то что в комплекте с этими наушниками уже кабелек дополнительно идет для подключения через проводку к девайсу это круто то что производитель об этом позаботился это замечательно вот как можете видеть они сейчас находятся в выключенном состоянии и они работают по кабелю и не требуется там их что-то там дополнительно включает то есть это тоже очень хорошо вот наушники очень классные вообще просто я не пожалел что купил я уже давно хотел купить себе bluetooth наушники и насколько же это удобно это просто какой-то обалдеть эффект прям вот в я вот реально я когда слушал музыку на телефоне это было очень неудобно снова с проводными наушники провод постоянно болтается цепляешься вечно но запутывается сидишь распутываешь эти провода сел там машину допустим маршрутку хочешь музыку послушать достаешь один наушники а там блин просто капец какой-то куча узлов и сидишь вот это постоянно мудохишься с этими проводами здесь этой проблемы нету просто класс включил наушники и блин вообще никакого дискомфорта абсолютно на голове сидят отлично хотя в принципе голова у всех разное бывает и как бы видел некоторых блогеров людей которые обозревали эти наушники им эти наушники не особо подходили потому что ну как-то там у них что-то не вставало мне эти наушники подошли идеально просто уши садятся прямо в амбушюру вот и здесь все собственно тоже отлично замеры головы не знаю делать не буду но как бы не знаю это уже сами будете подбирать есть возможность выбрать по месту наушники можете взять по месту потому что сейчас уже очень много на всеразличных площадках и в магазинах тоже их продают эти наушники то есть подобрать можно если не подходят эти наушники можете принципе обратить свое внимание на какие-нибудь другие но именно эти наушники я могу рекомендовать к покупке это определенно отличные наушники вот и есть еще блогеры кстати некоторые жаловались что наушники через bluetooth работает отлично звук громкий очень но когда не подключает к телефону или вот компьютеру или к ноутбук то звук тихий ребята я все подключил и компе подключал к телефону компьютеру вот подключал то есть звук одинаково громкий то есть вообще пофигу я так предполагаю что люди просто не до конца втыкали кабель возможно 35 джек и поэтому у них было не особо там с громкостью вот так же еще может быть проблема что сам кабель 35 джек кстати может не подходить к вашему телефону или компьютеру и поэтому нужен переходник или просто другой кабель 35 джек такое случается я не знаю как там они с клеммами то есть на самом кабеле там да и собственно в наушниках потому что производители иногда по этому поводу могут баловаться и одни наушники на одном устройстве играют нормально а на другом устройстве они играют плохо потому что ну разъем не подходит вот с этим у меня в принципе все в порядке они громко играют как через битуз так и через провод все отлично вот есть еще жаловались по поводу того что якобы они какие-то приглушенные то есть бас до сильные там они громкие но как-то глухо играют так вот ребят я вас немножко удивлю здесь наушниках идет встроенный эквалайзер о чем кстати говорилось на упаковке здесь есть обозначение что они имеют встроенный эквалайзер значит вот как он переключается переключается он кнопками громкости зажимаете одновременно плюс-минус и таким образом происходит переключение эквалайзера и выбираете собственно нужный вам эквалайзер и наслаждаетесь музыкой что собственно я и сделал и блин звук просто офигенный файлы flag блин прям реально совершенно иное звучание слышишь абсолютно все детали и наушники передают их отлично вот у меня до того как я купил эти наушники а где они кстати у меня были вот такие вот ну они есть сейчас проводные наушники это очень старые наушники называются они all under hf 30 вот у них отдельная регулировка звука на каждом ухе и тона это очень классные наушники но они блин очень тяжелые они блудю намного легче я бы сказал раза в три эти тяжеленные наушники но они очень классные они громкие качество звучания в них просто обалденно вот это на самом деле наушники скажем так них не самые последние в мире hi-fi звука значится это студийные наушники очень хорошие вот но они блин тяжелые и здесь нет мягкой подложки так в голову надавливает это просто капец такое ощущение как будто вообще за эти наушники вот так вот голову пополам перекроят вот и они еще очень сильно давят на уши после длительно помню когда сидишь там три-четыре часа в наушниках вот и уши болят просто капец здесь очень твердые амбушюры вот и сами по себе наушники очень очень тяжелые и собственно провода меня тоже очень достали здесь конечно тоже провод есть но так как я юзующую музыку на телефоне слушаю на то есть мне нужны были наушники универсальные то есть по проводу и по блютуду и собственно это и побудило меня купить эти уши это очень удобно потому что отключил от провода подключил к телефону по блютуз и пошел тебе вот здесь давай извиняюсь за свои сопли вот ну как бы еще зима продолжается у нас нет на улице несмотря на то что 18 марта не так уж тепло однако вот но здесь такого не сделать тут провод как бы не никуда не денется и он такой как видите спиралькой у нас растягивается очень сильно в общем классные наушники но не не о них сегодня речь идет о блудио т2 вот и сравнивать со звучанием они звучат в принципе так же как вот эти вот наушники по качеству и мне это нравится но мне они все же не нравится немножко больше потому что здесь во-первых встроенный эквалайзер да на компьютере можно выставить эквалайзер скажите вы но для того чтобы хотя я наверное туплю подождите скорее всего выключенном стали не скорее всего а так и есть выключенном состоянии эквалайзер не работает громкость тоже повысить не удастся поэтому я слушаю музыку с этого самого проигрывателя на компьютере у меня им стоит вот и там меня звучание в принципе устраивает и в том эквалайзере который там стоит можно в общем-то все эти манипуляции провести повысить громкость и посты и так далее так что но я это с видео вырезать не буду вы уж извините как буду выкладывать как есть то есть прямая речь поэтому будем по-честному да вот но при включении по bluetooth эквалайзера я переключала и слышал разницу звучание именно в самом вот я именно выбрал такой эквалайзер чтобы был сильный такой бас хороший и при этом было чистое звучание мне такое нравится как и большинству в принципе когда очень сильно басит и звук здесь реально громкий и на улице вообще посторонних шумов не слышишь абсолютно вот и они такие удобные просто класс кнопочку паузу нажал если допустим тебе с кем-то надо там переговорить или еще что нажал кнопочку паузу и все собственно не выключились также они говорить через них можно в принципе собеседник меня нормально слышал вот несмотря на то что я был в тренажерном зале был шум повсюду очень так знаете еще посторонняя музыка играла человек меня нормально слышал и при этом он такой о а ты дети позначит ну в тренажерном зале ничего себе типа так громко но этот самый звуки все слышно там все ходят что-то шумят кидают железо вот и собственно микрофон работает неплохо так что с ним по ним тоже можно говорить и тут функции целая куча на самом деле здесь целая инструкция есть которую я конечно же всю зачитывать не буду вот я вам основное сказал про эквалайзер это то что в первую очередь нужно знать потому что звучание для нас это превыше всего а в остальном я думаю ну вы и сами разберетесь уже извините вот по поводу подключения допустим телефону по bluetooth проблем вообще никаких нет у меня телефон сразу обнаружил эти наушники моментальное подключение произошло после того как я нажал на телефоне не собственно никаких проблем с этим не испытывал просто включаешь наушники и и чешешь на улицу вот батарейка здесь такая живучая здесь 400 миллиампер батарейка стоит но ее хватает просто капец я уже вот почти неделю хожу с этими ушами вот я и стилю когда на улице с телефона слушаю вот и батарейка до сих пор не села я еще пока не заряжал эти наушники дома я слушаю по проводку а когда выхожу на улицу я слушаю через bluetooth и реально живучая батарея то что там производитель говорит что можно 45 часов ходить без подзарядки это действительно так и есть ну конечно можно я думаю ушатать и быстрее потому что 45 часов они там может как-то по-своему там что-то считают но как правило вот выходит немножко меньше по опыту эксплуатации но я не буду наговаривать потому что на самом-то деле я беспрерывно так уже не включал прямо шоу чтобы вот они там сколько там двое суток играли и как бы без выключения постоянной такой нагрузки я не проверял поэтому это можете проверить сами но того что есть вот той автономности которые я почувствовал меня принципе устраивает то есть самое главное что не нужно хотя бы один там раз в день или два раза в день заряжать раз в неделю это уже плюс это просто это блин класс потому что уже целая куча девайсов у меня образовалась который нужно постоянно заряжать это просто какой-то мрак и это вечные провода зарядки вот и для меня важно чем реже заряжается девайс тем лучше именно вот такими вот являются эти наушники по поводу того как они сидят на голове при длительном использовании в принципе я вот как-то не знаю на улице я носил эти наушники наушники в зале и также их носил вот мир как-то особо на уж ничего не давила но дома почему-то но как-то когда садишься там три и более часа за компьютером сидишь они начинают давить на уши немножко на макушку но не так сильно из-за того что здесь мягким мягко мягкая подклада есть вот они не так сильно давят но на уши уже начинает давить и начинаешь уже как-то их двигать вот так вот так всякий этот перекладывает туда-сюда чтобы не надавливал вот у меня уже до этого у меня вот эти были наушники потом еще один накладные наушники были вот и все они при длительном использовании давили на уши я так понимаю что это проблема всех современных наушников потому что ну как бы такая вот особенности все они давят на уши может быть у вас есть какие-то там предложения есть какие-то модели которые не давят на уши может быть просто эргономика не подходит и поэтому надавливает ну звучание в этих наушниках определенно мне нравится они очень громкие классные живучие и до этого у меня еще были кстати затычки от фирмы кос это затычки за плак очень кстати классные затычки рекомендую обязательно здесь бас просто такой что прямо вообще последние волосы на голове выпадут к их и так уже мало выдавится прямо звуком вот в реально хорошие наушники но единственное что они не так чисто играют как вот эти вот наушники от блудю вот это очень классные наушники и коробочка у них которая здесь написано и что есть эквалайзер здесь кстати данные тоже есть коробка такая непримечательная но блин такая же она классная и удобная здесь можно сложить свой хлам в эту коробочку она довольно такая вместительная и блин именно только вот из одной коробки стоит покупать эти наушники потому что все туда влазит состава все что ненужное все можно туда положить и это круто в общем вот такой вот сегодня видео у нас было наушники определенно классные советую к покупке можете не переживать по поводу внешнего вида то что они там рассказывать здесь типа дешевые материалы хреново выглядят на самом деле нет они выглядят абсолютно нормально и вообще чего требовать можно от наушников за 25 долларов ребят 25 долларов это же просто капец нам за 25 баксов реально полный фарш предложили вот я собственно купил эти уши и блин абсолютно доволен просто и внешним видом доволен и к ним уже как-то привыкаешь они уже не кажутся какими-то такими-то там этими самыми дешманскими то есть абсолютно нормальные уши всю из пластика сделано как как ни странно вот мягкая под красивая подклада здесь то может кого-то напрягает надпись вот здесь вот турбин меня это абсолютно не напрягает в принципе ну как бы надписи ну ничего страшного что такое везде сейчас надписи нет вонись повсюду и в общем-то классные прочные легкие громкие наушники это определенно круто автономность отличная и вообще блин классные наушники еще можно сказать так что определенно рекомендую тем кому надо можете покупать это замечательные уши и они и на подарок подойдут тоже не стыдно подарить эти уши вот и как бы ну все замечательно вот такой вот сегодня видео было небольшое надеюсь ну как бы уже 16 минут не такое уж и небольшое но тем не менее наконец-то снял а в видео скажем так это как бы обзор не обзор мнение наверно да высказывание своего мнения по поводу этих наушников определенно можно покупать классные наушники рекомендую покупки так что подписывайся ребят на канал ставим лайки задаем еще вопрос в комментариях или просто комментируем видео всем спасибо за просмотр до скорых встреч ребят пока